Всем привет, меня зовут Воа. Вы смотрите новое видео на канале Инстан Студия. Продолжаем цикл видео, посвященный поступлению и сдаче за ИНО. Тема этого выпуска проекта ТОП-10 – 10 мифов о внешнем независимом оценивании. Надеюсь, после просмотра этого видео вы перестанете верить всему, что вам говорят, и не будете бояться за ИНО. И что ж, давайте начинать. Поехали. Я завалю тебя на ВНО, ты его никогда не сдашь. Это полный бред. Учительница из школы не имеет ни малейшего отношения к ЗНО, кроме того, что она на протяжении нескольких лет всяческими способами пытается тебя подготовить к сдаче экзамена. Сам же экзамен сдаётся в другой независимой школе, иногда эта школа находится даже не в твоём районе. Результаты твоего экзамена передаются в приёмную комиссию, которая с помощью компьютера проверяет то, что ты написал. И опять-таки, к этой приёмной комиссии твой учитель не имеет ни малейшего отношения. Поэтому, если педагог тебя запугивает, не ведись на это. Чтобы сдать ВНО обычного везения мало, тебе нужно поощрять все мои уроки и нанимать индивидуального репетитора за год издачи ВНО. Серьёзно? Нет. Это не так. Хотя, ты, конечно, можешь учить, нанимать репетитора, ходить на все занятия, но я делал всё иначе. На своём личном опыте хочу сказать, что я подготавливался к каждому экзамену за один вечер до самого экзамена. У меня не было хороших оценок в школе, я не нанимал репетитора. И всё, что я делал, это за один вечер заходил в интернет, искал всякую информацию, подготавливал, проходил тесты по прошлым годам ВНО. И на этом, пожалуй, всё. И, конечно, в результате, как видите, я с первого раза написал все три экзамена, набрал пороговые баллы и поступил туда, куда хотел. Но, если вы не до конца в себе уверены, то можете начать готовиться за неделю, за месяц, может быть, за год или вообще с первого класса. Ведь школа, по сути, это место, которое тебя подготавливает к одному событию, это к сдаче ЗНО. В принципе, все эти 11 лет ты изучаешь всю эту информацию только для того, чтобы удачно сдать внешнее независимое оценивание. И не сможешь пересдать экзамен. В принципе, да. Но у каждого правила есть своя лазейка, с помощью которой ты можешь его нарушить. ВНО – это самое важное в твоей жизни. И опять-таки нет. Есть люди, которые после 11 класса не собираются поступать в высшее учебное заведение. Они идут работать или заниматься какими-то другими делами. Для них ЗНО не является важным событием. Ну а если ты все же хочешь поступить в университет или институт, для тебя, да, ЗНО – это важное событие в жизни. Но дальше, если ты его провалишь, это не очень страшно. Ты можешь этот год посвятить самообразованию и изучению и подготовке себя к новому ЗНО, которое ты будешь сдавать через год. Также ты можешь записаться на курсы или пойти работать. Четвертое. Ты можешь поступить в техникум, ПТУ или колледж. Отучиться год, но за этот промежуток времени ты будешь себя подготавливать к новому ЗНО, которое ты будешь сдавать в следующем году. В случае успешной сдачи экзамена, ты можешь поступить на второй курс в институт или университет на ту профессию, которую ты хотел. На ВНО ты не сможешь списать. Отчасти это правда, но если постараться, все у тебя получится. На своем личном опыте хочу порекомендовать вам два способа, которые реально работают и с помощью которых вы сможете списать даже на ЗНО. Способ первый. Разделение по кабинетам на экзамене производится в алфавитном порядке вашей фамилии. То есть, если у вас в классе есть одноклассник или одноклассница, у которой, у которого фамилия начинается на ту же букву, что и у тебя, рекомендую объединить свои силы и заранее поговорить с этим человеком и договориться о всяких способах, с помощью которых вы сможете обмениваться информацией или списать. Потому что очень велик шанс, что вы будете сидеть в одном кабинете. Также хочу посоветовать вам очень древний способ. Это пронести шпору. На входе вас обыскивать никто не будет. То есть, вы спокойно сможете принести шпору, засунуть в ее ремень или в задние карманы брюк. Также хочу порекомендовать вам интересный способ. Это сделать небольшой кармашек на задней стороне рубашки. Сюда вы сможете засунуть шпору, а потом во время экзамена незаметно ее достать, положить, подчетрать. Лично я этим способом очень часто пользовался во время написания ДПА в девятом классе. Он меня спасал очень и очень сильно. Я вам дал пару вариантов на размышления. Можете придумать что-нибудь свое. Главное, помните, что никто вас обыскивать не будет и ничего проверять не будет. На входе будет установлен металлодетектор. Нет ни малейшего шанса принести технику и аксессуары. Это не так. На входе в школу никакого металлодетектора установлено не будет. Вы спокойно заходите в здание, а затем в кабинет. Вас никто обыскивать не будет. Перед началом экзамена женщина попросит вас сдать все ненужные вещи и положить их на переднюю парту. То есть вы туда сможете положить рюкзаки, куртки, мобильные телефоны. Все, что вы посчитаете ненужным, все вы положите на переднюю парту. Все ваши вещи будут лежать на видном месте. Вы всегда будете их видеть и иметь к ним доступ. Единственное, забрать их вы сможете после того, как напишите экзамен. Если вы пишете профильный экзамен, это украинский язык, литература, химия, физика, математика, в таком случае в середине экзамена в кабинет зайдет два человека. Это будет мужчина в военной форме, у него будет металлодетектор и будет женщина. Мужчина попросит вытащить из карманов монетки, не знаю, все железное, ремень снимать не надо. Женщина в это время будет расписываться в ваших бланках. В это время мужчина будет подходить к каждому и сканировать. Во время написания экзамена в кабинете был мальчик, у которого в кармане нашли наушники. Их забрали, но человека за дверь не выставили. Что еще раз подтверждать, что на экзаменах работают такие же люди, как и ты, ты, ты. Этим человеком оказался мой одноклассник. И после экзамена мы с ним пошли в актовый зал, там находилась комиссия. Мы попросили вернуть наушники и нам без особых разговоров их вернули. Поэтому не стоит волноваться и бояться. Не пользуйся мобильным телефоном, не бери его с собой. Выключи и оставь его дома. О мой бог. Учителя всяческими способами нас запугивали байкой о девочке, которая после написания экзамена выходит на улицу, чтобы позвонить маме. И ей приходит на телефон смс, что ее результаты аннулированы. Это полнейший бред. Но я в первый раз на это повелся и пришел без мобильного телефона. В конечном результате я не знал, который сейчас час, не мог выйти в интернет и не мог позвонить кому-либо. Это было ужасное чувство. Телефоны можно брать. Также их можно проносить в кабинет. Просто перед началом экзамена положите их на переднюю парту и все. Во время ВНО нельзя выходить из кабинета. Я уже говорил по этому поводу. Если ты хочешь выйти во время ВНО из кабинета, тихо поднимаешь руку, к тебе подходит женщина и ты ей говоришь, что хочешь выйти. На что она отвечает, хорошо, просто дай мне свою тетрадь и выходи. Ты спокойно выходишь из кабинета, идешь в туалет, за тобой никакой слежки не будет, видеонаблюдение тем более. Ты заходишь в туалет и в этом месте ты можешь достать все свои шпоры из самых тайных мест. Сможешь их прочитать, повторить, заучить, задубрить. В общем, делать с ними все, что угодно. Единственное, по окончанию сеанса я рекомендую тебе смыть все свои шпоры в унитаз, чтобы не было никаких неприятностей, либо просто чтобы ты не волновался. Также я хочу тебе сказать, время для тебя не останавливается, оно будет идти, как и для остальных людей. Поэтому, если ты долго просидишь в туалете, у тебя не останется времени на написание ЗНО. По возвращению в класс тебе отдадут твою тетрадь и ты продолжишь писать. Будет установлено видеонаблюдение, а в кабинете будет находиться 5 специально обычных человек, которые будут за тобой следить. Вы это серьезно? Не путайте ЗНО с собеседованием в НАТО. Никакого видеонаблюдения не будет. ЗНО пишут по всей Украине примерно в одно и то же время. Сами подумайте, сколько денег обойдется установить камеры во всех кабинетах и во всех коридорах. Поэтому никто этим заниматься не будет и никакого видеонаблюдения установлено не будет. Лично я ни одной камеры не видел. Насчет пятерых человек или больше, это все ложь. В кабинете будут находиться 2 человека и не специально обычных, а просто учителей из этой школы. Одна женщина все время будет заполнять какие-то бланки, документы, что-то писать у себя в тетради, а другая женщина якобы будет за вами следить. Она будет смотреть 2,5 часа на каждого. Нет, не будет этого ничего. Две женщины будут разговаривать на какие-то темы между собой. Будут что-то читать, заполнять, может быть даже книгу читать. В общем, никто за вами следить не будет. Да, иногда ради приличия они будут поглядывать, но не так, чтобы сильно или чтобы прям встать и смотреть и ходить по кабинету. Нет, такого не будет. Если ты не сдашь в НО, ты пойдешь работать уборщиком, а твоя жизнь будет сплошным разочарованием. Звучит жестко, но на самом деле не все так плохо, как может показаться. Из моего класса 2 человека не набрали пороговый бал по украинскому языку и литературе. И соответственно, они не допущены до следующих экзаменов. Да, они весь школьный день плакали, были расстроены, но это ненадолго. Потому что у вас открывается множество дверей. Я уже перечислял, вы можете поступить в техникум ПТУ или колледж. Отучиться год. И на следующий год, если вам так не понравилось учиться там, где вы учитесь, вы можете заново сдать ЗНО. В случае, если вы удачно его сложите, вы можете поступить туда, куда хотите. Ну, либо же попытаться. Ну, а на этом все. Спасибо, что досмотрел видео до конца. Если оно было информативным и интересным, поставь ему палец вверх. А также не забывайте подписываться на канал Instant Studio. А также мне интересно узнать, как вы сдали ЗНО. Всем будущим абитуриентам и выпускникам 11 классов, хочу пожелать удачной сдачи ЗНО. Также не забывайте посмотреть мои предыдущие видео на эту тему. Ссылка на прошлые видео из цикла ЗНО есть в описании под этим видео. Проходи, смотри и узнавай что-нибудь новое.